Вам в руки попала шерсть непонятного происхождения от непонятной овечки и вы не уверены стоит работать с этой шерстью или не стоит как проверить хорошая шерсть или нет сразу скажу что качество шерсти зависит не от того это новая стрижка этого года или это стрижка трехлетней давности состояние шерсти зависит от состояния здоровья овцы и от ее возраста в данном случае я не говорю о качестве волокна о толщине каждой волосинки от извитости каждой волосинки и от длины локонов этот параметр который будет влиять на мягкость изделия но иногда бывает шерсть колючая жесткая не мягкая и от которой кожа чешется если подносишь к шее или к щеке но это не значит что это шерсть непригодна для работы из такой шерсти из колючей жесткой можно сделать какие-то изделия или массажные носки или массажные пояса но шерсть для работы пригодна этот тест о котором я вам сейчас скажу это быстрый такой который вы можете прям сразу взяв в руку локон или клочок шерсти провести не отходя как говорится от кассы сделаю акцент на грязной шерсти этот тест вам говорит о том стоит ли вообще мыть чесать и прясть шерсть не развалится ли потом нитка которую вы с придете или не развалится ли изделие которое вы свяжете из прядиной нитки у меня в руках сейчас два клочка шерсти этот клочок это шерсть овечки мясной породы локального мериноса как они говорят что это меринос толком за толщиной волокна тут особо не следят их этих овец выращивают в основном для мяса и это стрижка этого года вот тут вот у меня в руках очень нежный тоже мясная порода меринос из южной африки который я заказала у эдгар анны на инстаграм это стрижка если я не ошибаюсь по моему трехлетней давности ланолинчик начал желтеть это роскошно мягкая по сравнению с этой овечка очень хочу с ней поработать но никак не успеваю проверим на них на локонах и после этого покажу вам смешанные кусочки что мы делаем когда мы взяли шерсть в руки если у нас локон вот мы захватываем один кончик и другой кончик и начинаем хлопать не сильно сдавливая я специально ничего не говорила не комментировала вы слышали хлопающий звук как бы легкий хлопание паруса да это значит шерстка хорошая если плотно взять руками волокно с одного с другого конца локона и сделать вот такие вот движения это вы делаете все поднося к уху я подношу камере но вы делаете это вот так хлопает наш парус и точно так же вы делаете вот такие движения при вот таких вот движениях вы можете услышать буквально несколько шершавых таких шуршащих движений и потом шуршащий звук уходит это хорошее волокно если при подобном движении и при подобном движении у вас раздается резкий звук сухой рвущейся травы эту шерсть не стоит даже мыть это волокно попало вам в руки плохого качества это стрижка этого года стрижка трехлетней давности слушаем никакого шуршания правильно при вот таком вот движение легкое шуршащие движение но это не движение рвущиеся травы а легкий шорох оно допустимо и нету характерного неприятного сухого круг хруста это тоже волокно очень хорошее несмотря на то что стригли три года у меня нету более старого волокна в прошлом или позапрошлом году я обрабатывала волокно которое очень долго лежала по сравнению с этим тоже было отличное теперь это у меня были локоны если вам попала в руки шерсть которая у меня она стрижечка вот такая да если вам попала в руки шерсть которая не в виде вот таких вот локонов а перемешанная я сейчас волокна не рву я их просто расщепляю и я сейчас поменяю им направление и предположим у вас в руках смешанная шерстка таким ланолиновым жирным полу свалявшимся клоком без локонов да вот вы получили вот такую шерсть она не мытая что вы делаете вам нужно ее упорядочить для этого захватываете небольшой кончик тут и тут тяните и вы просто пытаетесь волокна уложить как бы параллельно более-менее блок он уже не сформируете да потому что они уже все размах релись но вам надо сложить волокна параллельно не рвите их держите плотно настолько чтобы как только они начинали выскальзывать из пальцев вы их как бы вы им даете выскользнуть видите они примерно параллельно и делаете то же самое взяли уже не за сам кончик а вот сюда поближе хлопает практически не трещит хочу сказать когда вы делаете вот этот вот тест если вы слишком сильно будете сдавливать вот прям видите аж костяшки пальцев так вот напряглись и сильно тянуть в стороны рва шершавый звук вы слышать будете но это не от того что волокно потрескивает из-за сухости или из-за состояния а волокон это будут рваться волокна именно от сильного усилия от не они от собственного состояния поэтому делайте это без напряжения вот сейчас звука никакого нету если я буду держать слишком сильно и тянуть я буду рвать вот сейчас она будет трещать конечно но вы это делаете слегка вот так вот проверяется состояние волокна если она не трещит не шуршит и не в плохом состоянии то да это волокно можно помыть его можно прочесать и можно спрясть это первый же тест который вы делаете когда вам говорят вот у меня хорошее волокно вы его взяли похлопали она либо разрезал разлезлась либо трещит значит вы можете говорить спасибо не надо идти искать другого продавца шерсти если это волокно вот при таком хлопает как парус вот при таком движении не хрустит не шуршит как старая солома вы можете смело брать и эту шерстку обрабатывать быстро скажу о тонкости пряжи иногда о тонкости волокон иногда ланолином пропитанная ланолином и пылью кстати у меня довольно чистое волокно но иногда бывает более запыленным но это все вымывается очень часто человек берет трогает это все ему кажется мягким он вымывает оказывается волокно недостаточно тонким и недостаточно мягким иногда человек берет волокно смотрит и думают боже жестко и колючее вымывает а у него оказывается в руках невесомое облако то есть я бы сказала что мягкость волокна определяется только стиркой пригодность для придения вот этим тестом о котором я вам сказала вот если для придения подходит моете и уже смотрите на какое изделие она подходит на мягкое или на жесткое и я вам желаю всегда только удачных покупок с шерсткой овечьей козей кстати я говорю сейчас об овечьей шерсти это у меня в руках овечьей шерсть так мы проверяем овечьей шерстку да но я вам желаю хорошего творчества и хорошей работы с любым видом шерсти хорошей нитки и всего самого лучшего